Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. С корабля в закусочную. В Самаре обсуждают скандальное видео, на котором крыса пожирает шаурму. С ветерком по улице авиатора Лукачева Самара продолжает избавляться от репутации города с плохими дорогами. Триумф для одних, драма для других. Чемпион России по пляжному футболу. Московский локомотив проиграл крылья. Большой скандал вокруг маленького кафе. Видео с крысами, пожирающими мясо, предназначенное для шурмы, которая сейчас гуляет по интернету, наделало немало шуму. Бывшие клиенты заведения в шоке, а хозяин точки уверяет, подставили и даже готов представить видеодоказательства. Эксклюзивные кадры рассматривала мэри Елчан. И такие конфликты с клиентами теперь тут возникают ежедневно. А началось все с видео, которое разместили в соцсетях. На нем видно, что крысы забрались на стол и едят мясо, которое повара кладут в шурму. Но у владельца заведения своя версия. В кафе установлены камеры, записи из которых он отсмотрел после того, как появилось видео в сети. На этом видео видно, что крыс подкинули, пока продавец прилег отдохнуть. Владелец кафе говорит, до появления злополучного видео на работу его заведения никто не жаловался. Теперь поток клиентов спал и пришлось даже делать ремонт, чтобы сократить квадратные метры, а с ними и арендную плату. Что касается видео с камер наблюдения, нас уверили, что в ближайшие дни его отдадут в прокуратуру железнодорожного района, чтобы там рассудили, кто прав. Мы будем следить за развитием темы. Мэри Елчан, Константин Головин. События. Сезонные работы в самом разгаре. Сегодня в Самарской мэрии обсудили вопрос о подготовке Самары к зиме, а школ к новому учебному году. Отдельно в повестке дня значилась тема торговли сезонными продуктами. В городе появились арбузные павильоны. Все ли в порядке и каковы требования к внешнему виду палаток, выслушал Олег Зверев. Арбузный рай на улицах Самары не должен превратиться в ад. Все торговые точки должны быть под контролем. Не допускаются нелегальной торговли и нарушения правил гигиены. Бахчевые плоды требуют бережного отношения, должны лежать только под навесом и ни в коем случае не на голом асфальте. На этой точке все правила соблюдают. Асфальт каждый день моют от пыли. Но так не везде. В Самаре установлено 57 арбузных сеток. Из них 47 в хорошем состоянии. Внешний вид еще 10 оставляет желать лучшего. Здесь сеток осталось покрасить. Мы их до 8 числа проконтролируем. То есть они будут полностью приведены в порядок. Часть сеток, конечно, тоже хотелось бы, чтобы мы сетки ставили сами. Возможно, на следующий год мы проблемы пытаемся решить. Тему торговли арбузами, дынями и прочими сезонными товарами сегодня обсудили на совещании в городской администрации. В основном все торгуют по правилам. А вот размещение точек не всегда отвечает потребностям. К примеру, в Октябрьском районе из 13 развалов 6 на проспекте Ленина и 7 на весь остальной район. Неудобно ни покупателям, ни городу. При этом незаконные объекты должны быть ликвидированы. Мы убрали на весь гостевых туристических маршрутов, сняли рекламу, убрали все киоски и на это место сейчас приползли вот эти бахчевые. Зачем? В самарских школах сейчас самый горячий сезон. Готовится к началу учебного года. Один из приоритетных вопросов – безопасность. Во всех заведениях есть тревожные кнопки, громкоговорители, видеонаблюдение и металлодетекторы. Проводятся модернизации систем автоматической противопожарной сигнализации. 30 миллионов мы направили на что? Ну, ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы передачи сигнала на пульт 01. Важнейшее направление – это испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу, очистка и ремонт системы вентиляции, установка межэтажных и противопожарных дверей, ремонт и испытание пожарного ограждения на крышах здания. А вот тепло в зимний период должно быть не только в школах, но и по всему городу. В Самаре планово проходят работы по подготовке города к зиме. Систему приводили в порядок даже во время проведения чемпионата мира по футболу. Правда, не так интенсивно, как в прежние годы. Сегодня подвели первые итоги. По инженерной инфраструктуре процент подготовки на 6-е 0,8 составляет 38,7%, по котельным средний процент составляет 82%, по жилому фонду 60,8% и по соцсфере 66,5%. В 2018 году план перекладок тепловых сетей составляет 6475 погонных метров. Из них переложено 2511,1 погонных метров. Уже началась работа по оформлению паспортов готовности к зиме. На сегодня уже составлено почти 3000 паспортов. Это треть от общего числа зданий. До начала ноября паспорт готовности должен быть выдан каждому жилому зданию и социальному учреждению Самары. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Молодым везде у нас дорога и гранты. В Самарской области завершился форум Приволжского федерального округа Иволга. В нем приняли участие 2000 молодых людей. Эксперты отмечают заметный рост качества представленных проектов. В этом году подано было 13 тысяч заявок. В финал конкурса грантов прошли порядка 400 проектов. В итоге победили почти 60. Что предлагают молодые инициативные, узнала Лариса Шалафаст. В шестой раз на Мострюковских озерах собрались самые креативные и инициативные. Инициативные молодые люди со всего Приволжского федерального округа. Наука и образование, культурный бум, Лига труда, Медиа волна, Патриот, поколение добра, политика, спортивная молодежь и ты предприниматель. Традиционно на форуме множество различных смен. Основное же внимание приковано к конкурсу грантов. В этом году на форум подано рекордное число заявок – почти 13 тысяч. Для участия отобраны самые лучшие и перспективные. Авторы презентуют свои идеи. Инесса Клюкина планирует создать цикл фильмов о людях, которые, несмотря на инвалидность, добились успеха. Все проекты моей деятельности – это формирование позитивного образа, активного человека с инвалидностью. Я верю, что мой проект поможет изменить отношение к людям с инвалидностью и покажет, что мы тоже можем быть успешны. Конкурс проектов включал региональные и федеральные этапы. Оценивали проекты почти 70 экспертов. На федеральном этапе заслушали 420 работ. У каждой смены были свои особенности. На смену «Наука и образование» подали заявки более 3,5 тысяч человек, из которых только 300 стали участниками. Впервые в рамках смены проведена Детская академия наук, в которой приняли участие более 100 участников Центров молодежного инновационного творчества. Это просто подводная лодка с комплексом датчиков, которую можно запустить в небольшое озеро или реку. И она соберет информацию о температуре, давлении, содержании минеральных веществ. Ну и также сможет отобрать для нас некоторые образцы воды с разной глубины. Фестивальную площадку посетил глава региона. После знакомства с разработками молодых ученых Дмитрий Азаров прошел в инклюзивный городок, куда в этом году приехали более полусотни ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны. Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы форума. Но попросили в будущем организовать более свободный доступ к Волге. Мы в свое время сделали пляж, полностью доступный в Самаре. И опыт такой имеется. Он когда-то был первым в России такой пляж. Вот правильное замечание. Надо это продумать. О своих впечатлениях рассказали и участники смены политика и молодежное самоуправление. В неформальной беседе вокруг костра молодые люди поделились своими идеями, как можно сделать Волгу еще интереснее. Например, проводить больше практических занятий и интерактивных игр. Дмитрий Азаров поинтересовался у участников, в какое время лучше проводить форум. Молодые политики говорят, для них предпочтительнее август, когда все экзамены и сессии сданы. Финальный аккорд в завершении масштабного форума – церемония награждения победителей. Все они получают средства на реализацию своих проектов. Вячеслав Ребцов из Тольятти теперь сможет реализовать свою идею создать школу робототехники. Признается, полученные знания и опыты мотивируют на новые свершения. Спикеры на нашей смене «Ты предприниматель» были просто высший пилотаж и максимально накачали голову информацией, мотивацией. И хочется просто делать и разрывать вообще все, горы свернуть. В рамках конкурса проектов из привлеченных средств сформирован грантовый фонд. 8 миллионов рублей от некоммерческой организации – фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Привозском федеральном округе. И 2 миллиона – от Федерального агентства по делам молодежи для проведения конкурса проектов «Смены наук и образования». Главный итог форума для меня – это то, что самые креативные, самые энергичные, самые смелые и целеустремленные собрались здесь, на Самарской земле. Объединили усилия. И значит, наша страна, наши регионы будут развиваться. Развиваться опережающими темпами. Гранты в первой степени удостоились по одному человеку от каждой смены. Молодые люди получили по 300 тысяч рублей на реализацию своих идей. Грантами второй степени 200 тысяч и третьей степени 150 тысяч удостоились по два призера от каждой смены. Самарская область по абсолютному количеству грантовых поощрений стала победителем. Всего 8 человек получили гранты на общую сумму 1 миллион 650 тысяч. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. КГС к нам мчится. Проект работает уже не первый год и дает свои плоды. За это время отремонтировали скверы, парки и дворы. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идут работы. За реконструкцией в Кировском районе Самары наблюдала Мэриилчан. Обновление Кировского района идет полным ходом. Люди в цветных жилетах приводят в порядок одновременно четыре территории – скверы и парки. Местные жители приняли участие в программе формирования комфортной городской среды. И теперь им будет где прогуляться вечерами. В скверах на Ташкентской и Юбилиной укладывают асфальт и устанавливают бордюры. В скором времени завезут чернозем и засеят газон. Подрядчики не скрывают – с трудностями сталкивались. Сложность здесь только одна – это, наверное, привычка местных жителей к тому, что у них сложившийся образ жизни. И мы, приходя с тяжелой техникой, со своими какими-то тут изменениями, с демонтажом, естественно же, не все сразу можно сделать красиво без демонтажа. Это вызывает некоторые неприятия, какие-то сложности. Приходится со всеми разговаривать, объяснять. И после этого мы достигаем взаимопонимания. В сквере Дубовый колок тоже вскоре воцарится комфортная среда. Здесь уже положили асфальт, далее установят детские игровые комплексы, скамейки и урны. Проведут замену люков и отремонтируют сцену. Ход ремонта проверила глава Самары Елена Лапушкина. Замечания на каждом адресе, на каждой территории. Но, тем не менее, работа движется. К замечаниям прислушиваются. Я вижу реакцию жителей. Где-то есть замечания от жителей. В основном, конечно, реализация программы вызывает благодарность. Кипит работа и в парке Металлургов. Здесь сейчас ремонтируют помещение проката коньков. Озеленение парка выполнено уже наполовину. Работы идут в соответствии с графиком. По поручению главы региона Дмитрия Азарова, все общественные пространства должны быть готовы к первому сентября. Всего же до конца года в Самаре обновят 22 общественных территории и 71 двор. Мэри Илчан, Артем Сулайманов. События. Не эх, дороги, а скорее уж ах. В Самаре привели в порядок половину магистрали из тех, что были запланированы на этот год. По программе «Безопасные и качественные дороги» должны довести до приличного состояния 37 участков улиц. 24 уже получили второе рождение. Ремонтный сезон сейчас в самом разгаре. Эта ночь у техника работала сразу на трех участках. На улице Лукачева возле Самарского университета побывал Олег Зверев. Дорожная техника выходит на улицу ночью, чтобы не создавать дополнительных неудобств для автомобилей. Если остановить движение днем, вырастет пробка. Улицу Лукачева ремонтируют большими картами свыше 100 погонных метров. Работа проводится по программе «Безопасные и качественные дороги». Сначала снимаются старые покрытия, затем на улицу выходят асфальтоукладчики и катки. Как правило, в первую очередь работы проводят на тех участках, где указывают жители. Формирование плана работ по программе «Безопасные и качественные дороги» выполнялось на основании обращений граждан Общероссийского народного фронта, органов ГИБДД и прокуратуры. То есть данная улица требовала проведения ремонтных работ. В непосредственной близости находятся учебные заведения, и здесь проживает достаточно много людей. Работы на улице Лукачева идут от Новосадовой до Московского шоссе. Это километр и 300 метров. Ремонт начался в конце июля, а завершится 10 августа. Параллельно техника работает еще на двух улицах. Это подшипниковая и гаражный проезд. На время Чемпионата мира по футболу работа пришлось отложиться, зато сейчас программа заработала по полной. Всего в этом году планируется привести в порядок 37 участков по всему городу. Из них 24 уже сделаны. Строители стараются не мешать и местным жителям. Все-таки для большинства людей ночь – это время отдыха. Поэтому самые шумные работы выполняются днем. Стараемся как можно тише и как можно быстрее заканчивать. В ночное время присутствует работа только тяжелой техники нет. Как отбойных молотков, так же и гидромолот мы используем. Технику единственное, только что погрузочный техник может проехаться. Остальное – катки, асфальтовый бальчик. Ремонтный сезон завершится 30 сентября. До этого времени необходимо выполнить весь план, предусмотренный программой. На сегодня работы уже выполнены на участках таких улиц, как Нововокзальная, Буянова, Кабельная, проспект Карла Маркса, Старозагора, Чернореченская и других. Скоро ремонт стартует на улицах Никитинской, Гастелла, Губанова, Бубнова, Энтузиастов, Волгина, Парижской коммуны. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Сам себе плотник и архитектор. В Самаре продолжают работать открытые мастерские в рамках программы «Твой конструктор двора». Сдача проекта – научить жителей о работе по дереву, чтобы они самостоятельно могли, к примеру, делать лавочки и не только. Легко ли самарцы справляются с шуруповертом и пилой, узнала Лариса Шулафаст. Шуруповерт Валентина Викторова в руках держит впервые. Признается, занятие несложное. На мастер-классе узнала, как и при помощи каких инструментов буквально в считанные часы можно сделать лавочку. Я никогда в руках не держала эту шлифовальную, эту дырочке, вот там рисунок. Я все попробовала. И мне, вы знаете, вот честно говорю, я приеду на дачу, я хочу сделать себе такую. В специально оборудованной палатке многолюдно освоить профессию столяра хотят и взрослые дети. Мастера говорят, это уже четвертый мастер-класс, и с каждым разом людей становится все больше. Здесь всем желающим подробно объясняют технологию работы с деревом. Мы разрабатываем шаблон, по шаблону делаем вот спинки, узоры переносим, потом, значит, усверливаем, выпиливаем, шлифуем и собираемся вместе. Четыре скамейки останутся во дворе для жителей. Деревянные лавочки и столики скоро появятся во многих дворах Самары. Возможность обустроить двор дает новая программа «Твой конструктор двора». Жителям города будет предложено самим собрать, как из конструктора, деревянное оборудование. Чтобы получить на него финансирование, людям нужно активно поддержать именно свой двор в рейтинговом голосовании. У нас уже проходят дворовые встречи. У нас запланировано более 800 дворовых встреч. Мы как бы рассказываем людям, чтобы их привлечь внимание, и чтобы они сами постарались что-то, что-то подсказать нам, как-то вместе. И вот сообща мы делаем такую хорошую, значит, творческую работу. Можно сделать лавочки, можно сделать вазоны, можно сделать опиловку деревьев, совесть чернозема, песка, в общем, все, что угодно. Это дает на откуп фантазии самим жителям. Мы, конечно, подскажем, или как-то, может быть, даже подешевле, что-то можно сделать, чтобы побольше получилось. Рейтинговое голосование пройдет по тому же принципу, что и выбор общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды, которая проходила в марте. Какие дворы получат по 100 тысяч рублей на деревянное обустройство, жители выберут 9 сентября. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре возобновляется движение троллейбусов по улице Максима Горького. Это связано с обустройством остановок 6-й причал на Максима Горького и улица Пионерская по Водников. Троллейбусы 16-го маршрута проследуют от Губернского рынка по улицам Огибалова, Льва Толстого, Ленинградской, Самарской и до остановки 6-й причал. Отправление первого троллейбуса от Губернского рынка в 6 утра, от остановки 6-й причал в 6.30. Отправление последнего троллейбуса от остановки Губернский рынок в 22 часа 1 минуту, от остановки 6-й причал в 22.28. Интервал движения троллейбусов – 32 минуты. Вход на стадион Самара-Арена для детей до 4 лет будет бесплатным, без предоставления отдельного места. Дети могут находиться на стадионе лишь в присутствии сопровождающих. Родители или сопровождающие несут ответственность за ребенка и его поведение на трибуне. Он не должен доставлять помехи другим зрителям. Крупный пожар в Самаре вспыхнул в академическом переулке около Троица Сергиева храма. Там загорелись сараи. Огонь охватил 50 квадратных метров. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Как сообщают очевидцы, на месте пожара поднялся столб дыма. Церковь от огня не пострадала. По сведениям МЧС, жертв нет. Через два дня в Самаре стартует Грушинский фестиваль. Там отметят сразу три юбилея. 50-летие со дня первого слета в 1968 году, 100-летие ВЛКСМ и сам юбилейный 45-й фестиваль. В этом году организаторы делают ставку на молодое поколение. Всего же в концертной программе примут участие не менее 200 авторов-исполнителей. Третий из них – молодые авторы. Будут работать 18 фестивальных площадок. В день торжественного открытия фестиваля на главной сцене выступит оркестр из 100 гитар. Жара, которая обосновалась в Самарской области, немного спадет к середине недели. По данным синоптиков, температура воздуха в более чем 30 градусов продержится еще два дня, а потом жителей ждет небольшая передышка. Уже завтра возможны коротковременный дождь и гроза. Такие же прогнозы и на среду. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до 23-28 градусов. Теперь на связи в Самарском областном наркодиспансере появился телефон доверия. Жители могут обратиться за помощью и задать интересующие их вопросы в любое время. О том, как работает горячая линия и как лечит пациентов, разузнал Даниил Лучко. Николай начал пить после смерти матери. Говорит, пытался заглушить боль алкоголя. Его дом быстро пришел в негодность, а родственников у Николая нет. Он отправился жить сначала в монастырь, а после того, как украли документы, по подъездам. Четыре месяца назад оказался здесь, в диспансере. Сейчас мужчина надеется на Бога и врачей. Мне плохо, все хуже и хуже становилось от этой выпивки, вот пока я не попал в больницу. Вот в этой больнице мне помогли. В общем, здесь я перестал пить, и все здесь, и очень хорошо, и работать начал, и у меня и силы, и кормят, как уже сказал, очень хорошее питание. В Самарском наркодиспансере работает пять отделений. Здесь лечат алкоголизм и наркозависимость. Сейчас в стационаре находятся более 160 человек. Средний курс реабилитации около трех недель. В него входит общение с психологами и специальная аудиотерапия. Двери диспансера открыты для всех. Люди идут сами, люди попадают скорой помощью, людей привозят родственники. То есть различные пути поступления. Люди обращаются в поликлинику, поликлиника направляет к нам в стационар. Либо люди идут самотеком. В принципе, не отказываем никому. Госпитализация круглосуточная. В любое время, пожалуйста, можно обратиться и госпитализироваться. Теперь в наркодиспансере появился телефон доверия. Горячая линия работает круглосуточно. Дежурный врач всегда на связи и готов ответить на вопросы жителей. Люди обращаются к нам по телефону. Чаще всего вопросы звучат по оказанию медицинской помощи. Куда обратиться, куда прийти, как положить больного, как помочь человеку. То есть по всем этим вопросам мы консультируем по телефону. При необходимости приглашаем к нам на прием. Телефоны горячей линии указаны на экране. Диспансеры Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска и Тольятти звонить можно в любое время. Данил Лучков, Василий Колдашов. События. Чемпион России по пляжному футболу сложил полномочия, проиграв последнюю игру турнира самарским крыльем советов. Московский локомотив не попал в суперфинал. За триумфом одних и поражением других наблюдал Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Вы смотрите Самарские новости спорта. С вами Сергей Кизоркин. Матчем самарских крыльев советов с московским локомотивом закончился регулярный чемпионат России по пляжному футболу. Обстановка на стадионе на второй очереди набережной была накалена до предела. Температура под 40, а действующий чемпион страны был на волоске от непопадания в плей-офф. Зато крылья уже забронировали себе место в суперфинале Суперлиги, удачно сыграв на родном песке. Три матча, две победы. Парни-герои просто молодцы. Учитывая наши возможности, учитывая наш состав, учитывая то, что мы теряем каждый год полкоманды, основных игроков, собираем их, грубо говоря, заново. Сегодня мы совершили, ну, нереально, такой подвиг. Для Самары это супер достижение. Первыми открыли счет в матче, крылья Советов в первом периоде. В начале второго ушли в отрыв уже на два мяча. Только после этого «Локомотив» раскачегарился и сократил отставание в счете до минимума 2-1. «Хорошая игра. Все у нас получалось. Все залетело, все, что хотели, сделали. Задачу тренера выполнили. Локомотиву немножко не пошло что-то в атаке, в обороне. И весь сезон как-то скомканно получился. Из-за этого как-то сейчас чемпион России немножко на чемпионскую игру показывает». Третий период решил исход всего сезона для команды чемпиона. Или «Локомотив» будет защищать свой титул в суперфинале, или сложит полномочия досрочно. «Локао» вернул надежду москвичам 2-2. Но самарцы тут же ответили двумя забитыми мячами 4-2. На последней минуте «Локомотив» забивает 4-3, но этого не хватило для попадания в суперфинал. «То, что мы ожидали, увидели. Красивый футбол, хорошую, уверенную игру нашей команды. И как результат вышли в плей-офф. Я считаю, все получили удовольствие зрителя. Интересный был футбол». Крылья Советов, выиграв на домашнем заключительном этапе чемпионата страны три матча из четырех, стартует в суперфинале с пятого места из шести возможных. Первый соперник – московский «Спартак». Столичный ЦСКА встречается с питерским «Кристаллом», а саратовская «Дельта» с подмосковным «Новатором». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте счастливы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok